hello everybody hi my students hello friends сегодня мы продолжим изучение генетики пифагора пьера кюри про которому говорили в плейлисте у нас такой по генетике пифагора пьера кюри и дэвида айка рассмотрим и конечно известную семью знаменитую которая известна у нас широко в стране но и не только у нас стране вот пожалуйста кто этот человек это офицер дивизии сс брат сергей михалкова автор гимна советского союза вот он уже в пожилом возрасте когда работал уже в кгб видите какие личности вот такая семья милка михалковых очень интересная исторически у них есть такая канва от постельничьего михалкова который был у царя постельничем и до современного вот никита михалков потом михалков кончаловский есть еще андрон вот такая семья вот это вот офицер дивизии сс что про него известно про него очень сведения неопределенные тут что можно сказать сейчас я попробую найти этот материал да вот что известно про него клан михалковых является прекрасной иллюстрацией что такое идеальные приспособленцы пока сергей михалков пел оды сталину его младший брат михаил фото я вам показывал служил во время в великой отечественной войны в сс а позже в кгб и у гипнотизера в кавычках мессинга а михаил и михалкове заговорили только перед самой его смерти в шестом году 2006 году он неожиданно восьмидесятилетним стариком стал раздавать одно интервью за другим мизерным тиражом вышла его автографическая книжка на русском языке лабиринтах смертельного риска интересно что этот опус был написано в 50-е годы но выпущен только за границей во франции в италии в других странах она она не была самоиздатом запрещены в сср литературы напротив к выпуску книги приложили руку кгб где тогда служил михаил интересно с михаилом михалковым где содержится свете совершенно фантастические на первый взгляд данные опубликованные на сайте фсб ссср но лучше б михалков михаил не раздавал этих интервью не писал книжек на его примере очень хорошо видна сказочность легендизированность верхушки ссср и даже нынешней российской федерации они они все путаются не только в мелочах деталях своей жизни но и собственных фамилий и имя и отчество когда так рождения нам известно их нам не известны их настоящие родители родной язык и прочие веки биографии ну не буду перечислять современных лидеров от президента и далее и ниже взять того же михаила михалкова считается что он родился в двадцать втором году но при этом родным его языком был немецкий до такой степени родным что в тридцатые годы советской школе с трудом говорил по-русски и вынужден был учить язык авто в тонов прежде чем был допущен к общеобразовательной программе вот плохое знание русского языка с ним сыграет одну злую шутку потом михалков рассказывал что якобы в семье их обучал немка домохозяйка путаю ну дальше я сошлюсь на этот сайт где это все описано подробно как он тоже писал гимн дивизии сс этой где он служил и все такие вещи это сайт называется русский еврей вот ссылку я дам вот так вот такая фамилия интересная да поскольку неизвестно действительно данная родитель сергея михалкова то мы начнем как раз с него но родословие они своим родословием они кичатся в принципе это родословие и кичатся вот сергей владимирович по моему владимирович он михалков автор гимна ссср считается что он рожден 13 марта 1913 года и что же он такой почему я этим занимаюсь они не то что хочу сказать что хорошие были эти михалковы плохие михалковы нет совершенно не так моя задача проверить истинность матрицы пифагора применяется она ли в нашей вот теории в генетике этой мы ее развили до генетики эту матрицу то есть мы можем отслеживать влияние р-фактора на поколение предыдущие и ожидать что будет в детях какой-то талант развит и так далее вот мы начнем с него поскольку родители ничего не известно дата рождения его родители неизвестно михалков с в типичный р-комплекс он его как и лев толстой вот где-то получил вот он вот какой-нибудь баконской так он у него вот она появился этого сергея это чрезвычайно жестокий человек в принципе у него шесть единиц то есть народу он может уничтожить миллионы также как у поклонской видите у него вот эта буква г но еще с веселицей из нулевок огромная тяга к точным наукам это четыре тройки но он ими не занимался двойка энергетика здоровья нет но как р-комплекс иронично и ум очень схватывает знания все привычек много и восьмерка это мизантропия ну конечно деньги зарабатывали не умел это жена его умел и много целей у него достигал эти цели путем популизаторство жена у него кончаловская очень важно тоже видите они рептилоиды вот я его отношу к рептилоидам типичным михалкова и св авторы гимна но не сама что там регистан еще уже они же рептилоиды никогда авторами не бывает они всегда чужое списывают также второй гимн они писали там а девушка одна предъявила к нему предъяву что он списал этот второй гимн с нее ну это конечно замяли эту девушку потом куда-то дели и неизвестном направлении она исчезла а гимн второй вариант тоже приписали михалкову россии священно нашей державы эта девушка написал дни михалков тогда был объявлен конкурс и все подавали свои варианты и вот лучше показался ему это вот у девушки у это он немножко ее подпора подправил чуть-чуть там несущественно в основном этот гимн прошел чужой опять так же как и первый там регистан был еще кто-то задействован ну покровительство сталина ему обеспечила вот этот вот и плюс к тому вот конечно жена на его на горбон на своем тащила видите у жены нету р-комплекса и нету мизантропии она и компромиссный человек три двойки у нее харизматик большой плюс он около нее исцелялся то и две четверки у нее здоровье очень большое было единственное что не было ловики у нее но она не просчетила что это за рептилоидом она связалась с паразитом и восьмерки нет у нее и везение ну конечно какое тут везение когда она тащит на себя все целую гору этих рептилий плюс единственное что у него вот и единица по мужчинам перебор но она на 10 лет его старше она с третьего года она писательница детская писательница тянула этого серёжа на своем горбу до 1985 года и он начинал тоже с чего он уже она же за него писала вот эти дяди стёпа милиционер там и другие вот эти детские с чего он начинал уже был обыкновенным журналюга и неудачником после революции вот он женился на кончаловской на это она была очень удачной детской писательцы у нее огромный была библиотека вот этой детской литературы и он к ней по это приобщался научила она кое-чему его этого серёжу ну он на 10 лет конечно моложе и и поэтому она его и натаскивала после ее смерти у него конечно вся эта карьера пошла он в политику ударился и начал вот эти фитилии выпускать и всякую другую дребедень короче говоря и уже у него писательской вот это там фантазии сякла потому что писал то в основном она и идеи давала она и все такое прочее кончаловской это вот наталья петровна по моему с третьего года рождения что у них произошло мы же генетикой занимаемся сейчас мы должны их и кого не произвели на свет но первое они произвели это андрея там этого миха михалкова кончаловского или как его там андрон его называют еще андрон вот михалков кончалов с 37 года рождения уже как говорится почтенный человек да но это крайне эгоист уже видите это же у него есть р-связка вот это 2 2 и 0 то есть р-линк вот этот р-связка 2 2 и 0 она сохранилась от отца как у первого и плюс вот эти две восьмерки под управлением непорядочных под влиянием непорядочных людей три тройки это тяга к точным наукам но также вот логики нет у него и ну соответственно да тоже слабый у него за счет живет ну за счет все пользуется этим багажом этой кончаловской вот который собственно и вытянула их всех в люди вот такая матрица у него ну небольшой вот семерочка есть так все такое прочее но вот эгоизма и это комплекс остался правда мизантропии такой нету но у него там пять жен было я не буду рассматривать там всех жен последнюю потом рассмотрим этих жен и михалков никита родился это уже с 45 года он младший был это самодор уже видите он как еще но никита он в никиту хрущев тоже был самодор у него тоже было три пятерки он назвал популяризатором то михалковым как в честь никита сергеевича что опять он лизнул зато верхушки и видите у него же две пятерки появился у никита все у него схвачено по интуиции и сейчас вот он можно по нему следить как он использует свою интуицию начал топтать уже путина видите какая значит он уже начал лизать кому-то другому вот мизантропия него конечно огромное это мохнатый шмель он играет сам себя мохнатого шмеля логи но у него две двойки вот одна бедика мог бы потянуть на медработника четверка одна но семерки восьмерки конечно какая тут порядочность он глубоко непорядочный человек это отмечают и все в кинематографической общественности вот так вот такие вот такая матрица но здесь уже как бы исчез вот этот р-комплекс видите то есть он как бы спрятался за счет чего за счет кончаловской то есть вот эти гены кончаловской временно как говорится отбили вот этот и только у андрона вот сохранилась вот эта р-связка что касается генетики дальше что вот ну андрон там он одну за другую третью и так далее а это все схватил самую красавицу вертинскую там кинофильм то алые паруса там она сыграла и сразу на нее подцепил жених завидный она вышла из-за него замуж от вертинской почему потому что автор геймна там привилеги громадные все такое прочее но вертинская нас тоже какая-то родственница этого певца от вертинского да какая у нее то матрица но они близко очень два спага пара были он самодура она тоже жестокий человек у нее видимо не сошлись потому что вот связь большая мизантропия у нее за счет мизантропия была также и вот по перебор у нее по мужчинам то был да она когда он ее захотел запрячь в семью то есть он любил сам погулять с друзьями и жена была в нее на втором плане но важно чтобы жена дома сидела и храняла там гнездо но надо это не пошла и стала продолжать сниматься в кино вот видите три как у трампа здоровье у нее три четверки и тоже две двойки на медика но она еще очень общительный человек она приятно собеседник и очень умна но видите комплекса нет но вот такая ступенька из нулевок она тоже уже настораживает плюс мизантропия что сказать что у них конечно вот во что это выливается потом-то в предках вот это скрытый вот этот акублис он вырывая выливается вот во что вот их не сыночек 66 года рождения свертинской видите это уже скрытый эгоист две единички но у него вот видите три шестерочки это уже чубайсик такой и склонность к точным наукам у него осталось от мамы она а то есть от папы от самого никита видать и вот эти две двойки тоже никитовские и непорядочность тоже его и отсутствие логики но это у них в маму пошло маму до отсутствие логики также вот семерка семерка в него и вот такие вот две девятки мизантропии нету видите вроде бы нормальной матрицы за исключением вот этих трех шестерок а а это шестерки говорят чрезвычайно ненадежный человек характеризуется дальше значит вертинская развелась с ним с никитой этим сергей чем-то полным тезком хрущева и он нас женился на татьяне евгеньевне по-моему она была шила соловьева потом была шагаева шагаева она была замужем уже и он развелся она замужем была и вот они сошлись с этой статья на она согласна была сохранять домашний уют и сидеть в семье там плодить детей этих ему вот он вот она вот это шагаева видите она компромиссный человек у нее уже три двойки он вот уже она как мама его как как мама да он ее как маму полюбил у мамы тоже такая же матрица была почти за исключение вот этих двух восьмерок это под управлением не по то есть под влиянием парящих людей и вот единичка тоже как у мамы он тоже полюбил перебор вот этих мужиков опыт большой в этом вопросе вопросе материи вот шестерка много целей двойка это почти революционерка она то есть она на месте может не сидеть тоже логики нету и нету мотивации то есть к наукам она совершенно не приспособлена но зато вот она как там у них источник энергии биологической для семьи ну а то что под управлением под влиянием непорядочных людей это ясно что Михалков то сам он не относится к порядочным в принципе да вот что они родили видите они родили самодурку одну Михалкову анастасию у нее видите тоже три уже четверки три четверки тоже здоровье так как то двойка одна всего две девятки тоже восьмерка вот мизантропия ну вот исчез вот этот комплекса нету эрсвязки то кроме мизантропии самодурства ничего она временно пока исчезла 74 года рождения на 14 5 и вот Михалков этот вот 75 года рождения вот видите здесь уже проявился эрлинг двойка нулевка эрлинг мизантропии нет но по матильдам тут хороший ходок две тройка мотивации аналитический ум пятерка интуиция есть но опять вот под влиянием непорядочных людей две семерки кашечный игрок остальные все такие вот характеристики гид плюс ну паразитический фактор то есть денег зарабатывает за счет предков за счет авторитета предков что мы дальше видим еще вот Михалкову есть они родили еще Михалкову и НН Наталью что ли 86 года рождения но она тоже на женской линии видите не сказался этот фактор кроме вот этих двух восьмерок ничего не вырисовывается плохого ну много это целей таких и к цели идем упорно сметая всех ближних четверка хороший семьянин пятерка много привычек духовность как у Папы Римского все кроме логики все есть и компромисс на человек то есть это неплохая матрица кроме вот двух восьмерок дальше ну самая какая-то одна из пятых жён Андрона или там Андрея этого Кончаловского Михалкова Кончаловского первого сына Михалкова Сергея мы про него сначала и вот а последний его жена это Аринбасарова ну он все балерин выбирал у него жена то все балерины такой это ему нравилось это все такое и прочее ну вот Аринбасаров он выбрал тоже видите они как рептилоиды выбирают очень здоровых людей чтобы генетически вот эту связку убрать видите тоже четыре очень здоровеньких девушек выбирают себе в партнеры вот она Аринбасарова ну идеальный в принципе что матрица идеальна кроме вот этого скрытого эгоизма ну тоже много целей много привычек это не такая уж ну и большое зато зарабатывает деньги она своим трудом и две девятки также восьмерка есть только семерки нет ну вот конечно не везло ей с мужиками с мужиком с этим сандроном 46 года рождения и вот что они так какого они родили то вот они родили чего чудо туда этого юду то Егора этого Егора это Андреевич Георгий там Егор 66 года рождения видите вот оно и проявилось 220 это дедушкино все нарисовалось сам Р-комплекс нарисовался то есть он временно исчезает а потом он проявляется девятка также вот мизантропия все троек нет восьмерок нет четверок нет и самодур вот она вам вся генетика этих наших вот прославных людей а как получилось что вот братья то у Сергея да один то брат он какой то был инженер а вот этот вот служил он и в ССС он и в МВД служил и в КГБ служил и славную такую карьеру других людей расстреливали благодаря видать влиянию обаянию этого Сергея который со Сталина был близок и автор гимна его видимо решили задействовать такие вот дела это генетика на другие то люди там они какие-то молекулы что-то смотрят там под микроскопами что-то там с какие-то эти цепочки ДНК а здесь видите по простому все решается на макро уровне все решается в цифрах то есть оцифровка как говорят вот у нас ведь все же мы отстаем видите насколько мы от Пифагора отстали на тысячелетия от Пифагора и сейчас вот у нас только сейчас появляется вот это говорят переходим на цифровую экономику ну честно а оказывается раньше у нас не цифровая экономика была то это значит вот она на что отвечала how much а это ну правильно она была в полулитровку вся экономика она была неизмеряемая жидкость вот это в полулитровках сколько полулитровок надо заплатить за то или иное то есть how much а how many вот мы переходим на how many только сейчас вот how many 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12 вот видите какая чушь то получается что люди совершенно как будто они упали с луны они не знают что экономика была раньше тоже цифровой что генетика тоже была цифровая оказывается еще с фараонов египетских но поскольку мы же занимаемся чем мы же уничтожаем все ценности вот эти вот рептилоиды они перепишивают что-то и выдают за свое а все источники все закопают они их зароют и мол это все только вот от них от рептилоидов все идет а первоначальники вот источники они как и от людей то идут то вот они все уничтожают поэтому уничтожались вот эти Александрийские библиотеки библиотеки Ивана Грозного для того чтобы скрыть источники натуральные эти источники первоисточники с чего они все это драли корям своим почерком с ошибками все переписывали и так далее то есть утеряны ценности вот сейчас еще то что вот в Сирии то что для чего война то была то она началась с чего с изграбления библиотекой исторических этих ценностей первые ворвались в музеи библиотеки в музее в Сирии то спецназ США то вот эти котики то кротики они первым делом ликвидировали первоисточники забрали куда-то себе туда в рептилоид на конуру там в подземелье американские где-то зарыли и теперь будет уже то же самое где-то там будет вычтено первоисточники будут уничтожены а вместо этого вот второисточники как бы от рептилоидов вот это будет все гимны будут воспеваться как говорится гимн слепого все это будет под видом христианства выдаваться как гимн слепого от Египта был взят вот это очень наша молитва вот такие дела-то рептилоиды и дальше вопрос вот мы конспирологи конспирологи это что это выдумка каких-то дураков пятьдесят седьмого километра белых столбов но с другой стороны вопрос то возникает простой мы встанем на позицию тех же конспирологов ученых которые изучают эту конспирологию вопрос первый первый вопрос самый вам напрашивается какой куда девается мировое золото Соломон имел сколько золота это не счесть числа золото инков сколько там было не счесть вообще не счесть сейчас вот добывается каждый год тысячи тонн золота куда оно все идет где оно золото ну вот Китай купил там золото их свои слитки ему вернули а там оказался какой-то материал то вольфрам а позолоченный вольфрам в этих слитках то есть золота то мирового нет а ведь основу всей экономики у нас твердой валюты это золото считается а где оно это куда оно все девается для чего работает вот эта вся мировая система копают там шахты роют все добывают очищают до высокой концентрации доводят слитки переплавляют куда складывают и куда оно все исчезает потом приходят туда эти на склады а там же ничего нету вот сейчас вот золото партии КПСС куда оно все делается нету все исчезло а царское золото куда исчезло ну говорят в форт Нокс ну в форт Нокс там уже золота нету в этом форт а его куда-то перевезли а куда да вот она конспирология она на этом может быть основа это это же незыбленный вот фундамент конспирологии этот камень краеугольный вопрос это на этом вопросе камни краеугольном где золото мировое золото где за тысячелетия накоплено может с каких веков добывает это золото не одну тысячу лет все исчезло а римское вот это золото потом греческое российское европейское золото американское золото южноамериканское африканское золото китайское золото японское и так далее так далее так далее куда оно все делается взять на поверху вот мировое правительство мы хотим создать мировое Это же тоже конспирология. Кто это хочет сделать? Клинтоны и их решайка, допустим, которые не пришли сейчас к выбору в США. Ну, у них же первый вопрос. А на чем вы основываете? Где ваше золото? Тот же самый Трамп. А где твое золото? Являешься ли легитимным, как говорится, царем, золотая голова, как был вот на Вокодоносовом, но сам пророк Даниил называл его «золотая голова». Ты, говорит, царь – золотая голова. То есть у него было несметного золота, у этого Вокодоносова. Куда оно тоже делось-то? Израильское вот это золото и так далее. Копней ничего нет. Вот она, вот основа этот вопрос является коронегольным. Если кто ответит на этот вопрос, значит нет никакой конспирологии. Значит, однозначно все известно, где, чего, где лежит в мире. А вот когда это неизвестно, это и доказательство этой всей конспирологии. А кто ее обслуживает, эта конспирология? Вот эти вот рептилоиды, которые неизвестно откуда взяты, неизвестно куда пойдут. Эти люди без гражданства, без национальности. Вот они, эти люди. Видите? Они даже на Молотова похожи. Правда, это Михалков. А мы еще Молотовка не разбирали. А у них тоже внучок тут сидит. Политолог называется. Вот такие дела. Это по конспирологии. Но самое главное, не это, не то, что там люди хорошие, люди плохие. Мы еще раз доказали, что генетика Пифагора, Пьера Кюри работает. Почему мы сюда Пьера Кюри пристегнули? Потому что это позволило нам выйти на генетику. Так мы просто отдельного человека характеризовали. А сейчас мы характеризуем всю семью, вот эту всю связку, как идет генетическая предрасположенность к определенным характерам. То есть, как от отца и матери, получается, дети, и что можно предсказать из них получается. То есть, Пьер Кюри, он неприменительно, конечно, генетике это говорил. Он вообще про физику говорил. О причинах и следствиях, даже философский вывод сделал. Теорема у него философская. Говорит о том, что если в причинах какая-то симметрия наблюдается, то мы эту же симметрию увидим в следствиях. И также наоборот, если в причинах наблюдается какая-то асимметрия, то в следствиях мы ее тоже увидим, эту же асимметрию. Вот мы зацепились за этот R-комплекс и видим. Что эта вещь неистребимая. То есть, она передается из поколения в поколение. И даже, если даже такой чисто человеческий, вот как Кончаловская, она дала очень сильную такую генетическую линию, что R-комплекс этот буквально был задавлен, он был спрятан, он не проявлялся на протяжении двух поколений. А потом он все равно всплыл через R-линг. И достаточно будет еще связи по женской линии с менее слабым таким звеном, тоже между рептилоидами такая связь, если появится, то он проявится, этот комплекс вообще, и дальше пойдет он так же, как у толстых. Здесь мы видим, он скрывался долго. И на некоторых потомках он скрывается, этот R-комплекс. Но потом все равно вылезает через R-линг и полностью рептилоидом вот мы получили от Андрона Михалкова-Кончаловского Андрея. Все, успехов Вам в исследованиях и в наших исследованиях совместно. Пишите тут комментарии, будем дальше намечать общее направление движения в этой науке. То есть это у нас будет генетика без ДНК и РНК и без микроскопов.